Он поспит немного и всё будет хорошо, не волнуйся. Мне так плохо, меня сейчас вырвет. Нет, не... Гуча, зачем ты это сделал? Девочка, успокойся, ему просто нужно поспать. Что они делают в моём доме? Даже поспать спокойно нельзя. Давайте, уходите отсюда. Бабушка, пожалуйста. Не волнуйся, деточка, мы и так знаем, какая неблагодарная особа твоя бабушка. Бабушка, извините, мы уходим. Что случилось? Ничего, всё в порядке, бабушка. Но посмотри на него, нужно вызвать врача. Нет, бабушка, не нужно. С ним всё в порядке. Ты готова позволить своему брату умереть только для того, чтобы сэкономить немного денег? Бабушка, пожалуйста, иди спать, я позабочусь о Гучо. Иди спать, ты говоришь? Теперь я не смогу заснуть. И всё из-за этих негодных людишек, которые явились к нам посреди ночи и устроили скандал. Они здесь ни при чём, это всё из-за Гучо. Нет, нет, Вултуре, мне больше не наливать. Больше не надо. У меня флеш-роял. Вам меня не побить. Эй, положи свои карты на стол. Когда это кончится? Когда? Я не хочу себя жалеть, не хочу. Я должна быть сильной. Должна обо всех позаботиться. Я не буду плакать. Нет, я не буду плакать. Доброе утро, Йоля. Я хотел извиниться за вчерашнее. Доброе утро. Ладно. Ничего страшного. Да-да, Йоля. Я ужасно вёл себя. Я никогда раньше так с тобой не разговаривал. Нужно же когда-то начинать. Ты такая добрая и ласковая. Не знаю, какая муха меня вчера укусила. Не волнуйся, всё нормально. Но ты злишься. И имеешь на это полное право. Прости меня. Хорошо, дорогой. У всех бывает плохое настроение. Йоля. Я так тебя люблю. Какой толк от этих слов? Я просто хочу, чтобы ты знала, чтобы не сомневалась в этом. Я и так знаю, дорогой. Знаю. Прости меня. Прости меня. Всё, Пипа, всё в порядке. Это всё в прошлом. Ну, я тебя ревную. Мне не понравился этот телефонный звонок. Уже поздно. Пока, дорогой. Я позвоню тебе попозже. Да нет. Конечно, нет. Франциско не... Франциско не... Он никогда меня не обманывал. Почему Моника опять всё побросала? Когда-нибудь мне это надоест. Что с тобой? Что значит, что со мной? А ты сама не видишь? Зачем нужно было бросать всё на пол? По-моему, ты уже достаточно взрослая, чтобы самой за собой убирать. Неужели это непонятно? Гучо. 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 Просыпайся. Гучо. Нет, нет, нет. Гучо. Просыпайся. Гучо. Доброе утро. Доброе утро. Хенероса сказала, что ты хочешь меня видеть. Да, сделай мне одолжение. Эми, тебе не нужно ни о чём меня просить. Просто скажи, и я всё сделаю. Спасибо. Мне нужна твоя помощь. Понимаешь, нужно сделать это сегодня утром. Не знаю, сможешь ли ты. У тебя ведь работа. Ничего страшного. Выйду сегодня в ночную смену. Хорошо. Что нужно? Я хочу, чтобы ты передал это... Альхандро Агиро. Это перевод. А адрес внутри. Хорошо. Спасибо, Лала. Ты всегда меня выручаешь. На это и нужны друзья. Ради тебя я готов на всё. Ещё. Если речь пойдёт по плате, пусть он отдаст деньги тебе. Я не хочу, чтобы он приносил их сюда. Понимаешь, я не хочу. Ты не хочешь, чтобы он... Да, не хочу, чтобы он приходил в мой дом. Просто дело в том, что я вовремя во всём разобралась. Он не любит меня. Он просто хочет со мной поразвлечься. И я не хочу больше его видеть. И в журналах. Кстати, когда придёт та девушка-переводчица, мне нужна кое-какая информация относительно тех тканей. Надеюсь, она придёт сегодня, даже если и не принесёт с собой перевод. Я серьёзно, Альхандро? Я тоже. Да, знаешь что? Когда она зайдёт в кабинет, исчезни. А то в прошлый раз у нас возникли кое-какие проблемы. Я её уже почти поцеловал, как в кабинет вошла Марсия. Откуда ты знаешь? Она мне сказала. Она была так расстроена. Рубен, пожалуйста. Я знаю, Марсия твоя сестра, но я ей ясно дал понять, что между нами ничего не может быть. И не волнуйся. Я всё понимаю. Так вот, когда Мария Эмилия зайдёт, исчезни. В этот раз Марсии не удастся просто так войти в кабинет. Я предупредил мир то, что вы сообщили мне, когда придёт Мария Эмилия. А потом, чтобы ко мне никого не пускали. Какой-то у нас предусмотрительный. Ну и как у тебя дела с этой девчонкой? Отлично. Я уверен, она от меня без ума. А я думал, она ещё долго будет ломаться. Ну, она дала мне понять, что я первый мужчина в её жизни. Но, судя по всему, это не так. Чувствую, что она мне лжёт. Не знаю, Алехандро. Лишать девушку невинности, при том, что ты не собираешься на ней жениться, по-моему, хорошо-хорошо. Сейчас этим никого не удивишь. Если она девственница, можешь поставить ей памятник. Ты сам-то видел хоть одну девственницу в Лиме? И всё-таки будь осторожен. В тот день, когда я привёл её к себе на квартиру, я почти затащил её в постель. Мы так страстно целовались. Боже мой, мне этого никогда не забыть. Это было волшебно. Простите, прибыл ваш перевод. Да, пусть человек, который его принёс, войдёт. Скажи ей, пусть проходит в мой кабинет. Ты слышал, Рубен? Сегодня я доведу дело до конца. Эта женщина без ума от меня. Войдите. Мария Эмили просила передать вам это. Вам не нужно идти к ней домой. Я думал, она сама придёт. Она попросила меня. А вы какое отношение имеете к Марии Эмилии? Я её друг, не более того. Что касается денег, можете отдать их мне. Я обязательно передам их Марии Эмилии. Мы не договаривались с ней насчёт оплаты. Не волнуйтесь, я сам поговорю с ней. Я всё улажу. Нет, вам лучше этого не делать. Неужели непонятно, что Эми не хочет, чтобы вы приходили к ней домой? Она сказала, что не хочет вас больше видеть. Продолжение следует... Продолжение следует...